В Ниньском округе продолжается реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. С начала года городу передали 57 квартир, а поселку Бугрино – 2. О том, как проходит новоселье на Пионерской 3, расскажет Елизавета Кабанова. Более пяти лет ожидания, и вот Андрей Прокудин заходит в свою новую квартиру. Атмосфера переезда еще не покинула стены его жилья. Коробки и мешки с вещами. Некоторая бытовая техника пока не распакована. Часть мебели все еще находится в старом доме. Акт был у нас на старой квартире 70%, что непригодно для жилья. Это с 2013 года еще на 70% было. И вот с этого момента до сегодняшнего дня мы ждали. Проживала семья Прокудинах на Пионерской, 19. Условия в старой квартире были ужасные. Холодные полы, постоянные мелкие ремонтные работы, чтобы хоть как-то улучшить состояние помещения. В новой квартире все в разы лучше. Великолепные. Во-первых, для ребенка-инвалида моей дочери ванна. Это дает возможность ей самостоятельно приводить себя в порядок, мыться. Газооборудование хорошее, газовый котелок. Полы с подогревом. Собственная лоджия, где можно подышать свежим воздухом, не выходя за пределы квартиры. Документы на переселение Андрей Прокудин подготавливал еще с лета прошлого года. А с осени 2020-го его семья ждала, когда они наконец-то смогут зайти в свою новую, теплую квартиру. Проверил состояние квартир и губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Он пообщался с новоселами, а также вручил им небольшие подарки. Ну вот, если так нельзя, то подойти. Хорошая квартира, уютная? Если честно, очень. Правда, я очень довольна и спасибо вам. Признали аварийным у нас в 15-м году. В 5 лет вы ждали? Да, в 10 лет. Даже в доме вшили, в доме варили, в детстве. В новый дом на Пионерской заехало много семей, у которых условия проживания в их прошлых квартирах не соответствовало нормам. Теперь у них в домах тепло и уютно. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север.